На неделе в Баткине произошел пограничный инцидент на границе с узбекским анклавом СОХ. Через день случилась перестрелка на кыргызско-таджикской границе. Есть пострадавшие с обеих сторон. Главная проблема в том, что на обеих границах остаются неописанные участки. И чем дольше длится их неописание, тем более это выгодно соседям. Они просто явочным порядком приобретают территории, а власти Кыргызстана не могут склонить соседей к завершению переговоров по делимитации. Первый вице-премьер Боронов ездил в Баткин и встречался на пропускном пункте течми автодорожной с премьер-министром Узбекистана Ариповым. Его информацию о встрече парламент заслушал за закрытыми дверями. Но чтобы власти не говорили, факт остается фактом. Намерения местных жителей соседних стран и их властей совпадают, а настроения кыргызских властей с настроениями собственных граждан на програничных территориях совпадают не очень. Поэтому они уезжают оттуда, а оставленные земли в конце концов попадают в руки соседей. Вот люди, жившие в этом доме, бросили его и уехали еще пять лет назад, потому нет условий для жизни. Вынужденно уехали куда-то, то ли в Бишкек, то ли в Чуйскую область. За той вот дорогой уже Узбекистан, там граница. Им негде было скот выпасать. Земли для обрабатывания не было. Вот и пришлось уехать отсюда.